Субтитры делал DimaTorzok Двигаться в завтрашний день Вот им нужно сегодня обыграть Х3, который играет со стендингом Вильхиор больше у них не играет И вроде как Они попадают на победителя пары ВП Монаспа То есть путь у них сегодня нелегкий Но посмотрим, что они нам По драфтам покажут Присаживайтесь поудобнее Игра может получиться долгой Да, у нас вообще День будет очень продолжительным Как обычно на параллельном стриме Ребята поработают в очередной раз Мне очень интересно, куда делся Вильхиор Будет ли Информация о том, куда он пошел В какую команду Или же он просто ушел из этой И все Ростерлок-то вот уже сегодня Или завтра Соответственно Нет никаких вариантов Куда-то влететь А игрок-то хороший, сильный И он точно не был худшим в команде Согласись Да вообще у Икстрит В принципе-то команда неплохая была Я не знаю, что они Что произошло-то Почему так прям В последние дни Перед Ростерлоком Они подразвалились В принципе они таким составом Мне кажется Могли бы претендовать на первый див Пытаться По крайней мере там На Ну то есть Одной командой Из трех, из четырех Вверху таблицы Они бы точно были Я думаю Этим составом Вот Ну а команда OneMove Они в первом диве У нас играют Но Насколько я знаю Вася Afterlife Там команду искал И Некоторые другие игроки Ну там Смайли Найт вообще у нас ушел В Южную Америку Играть получается Да Он же играет в Thunder То есть Как команда OneMove Будет укомплектовываться Куда тут ребята пойдут Вообще непонятно Вот Ростерлок уже Да В ближайшее время Будет любопытно глянуть Ну а пока мы видим Довольно любопытный драфт От команды X3 Любопытный Потому что Мне интересно Сможет ли То есть Войд Он отлично справляется Как с Разором Так и с Террарблейдом Но Хватит ли ему урона Вообще пробить Да Этих героев Потому что Разор Это очень плотный персонаж Все это еще под Трентом Сейчас еще и OneMove Какой-то ласт пик будет Для Айнкрада Появляется Снэпфайр Получается Это Мид Туск Но вообще Я кстати говоря В этой игре бы делал Мид Снэпфайр Я бы делал бы Да Мид Снэпфайр Если честно Потому что Мне кажется Что Мид Снэпфайр Это достаточно хороший герой Когда у тебя есть Фейслос Войт в команде Я сам не особо Ну как бы Я обожаю играть На Мид Снэпфайр Но я на Мид Снэпфайр играю Из-за безвыходности Потому что я криворукий И ни на чем На штормах, эмберах и прочем Хотя я не пробовал никогда Но у меня нет особой практики И поэтому Когда мне приходится играть на Миде Я беру что-нибудь Типа Снэпфайр или Зевса Кстати говоря Зевс бы тут тоже хорошо бы заходил Не знаю А он в бане был Все окей И честно признаться Вот здесь мне кажется От Мид Туск Он просто в хроносферу не может бить То есть снапка Она же даже без ульты Там впоследствии С каким-то МКБ до Идалусом На 20 уровне Может заливать ДПС очень жесткий Вот И я бы хотел От X3 увидеть снапку на центре Но я уверен Что они так не поступят И Вот очень плохо Что они могут так не поступить Потому что Ну вот что делает Мидовый Таск Против Разора и ТБ Он ведь тоже Одевается Ну на ручной урон И вот эти дезоляторы Когда там два героя по 50 брони Они абсолютно бесполезны Тебе нужен магический урон Снэпфайр Высокого уровня Этот магический урон Тебе обеспечит Там пол игры Ну кстати да Ты можешь на снапке Этого Тузка Еще из Шторм Спирит Появляются с командой One Move Блин Ну не знаю Вот Мне нравится Пик Фейслос Вайда Очень Нравится Пик Фейслос Вайда Но Все остальное Мне не нравится Скажем так То есть Для Террор Блейда Игра в принципе Хорошая Разор тут тоже Много гадостей Всяких делает Для Шторм Спирита Игра хорошая Контроля Мало Такого прям Объективно Крутого контроля Ну короче Ладно Думаю Начало One Move Точно выигрывает Вот Первые там Какие-то киллы Первое преимущество One Move Захватят Это 100% А смогут Смогут ли они Впоследствии Дожать Это вот Мы узнаем Чуть-чуть Попозже Шторм Разор ТБ Жидновато Получается И Саппорт Это не то Что Которые Оба двигаются Тренд Все-таки Более Эстетичный Товарищ Ну Тинни Где-то Там Попробует Побегать А вот У Х3 Хорошая Игра Такая 4 Плюс 1 Войд Может Подключаться По Колдауну Хроносферы И команда Вчетвером Будет Развлекаться И делать Кучу Фрагов Потому что Мидгейм У них Очень Мощный Там еще Доминатор Естественно И так далее Ну то есть Попробуют Они оказывать Давление Так Кэфчики Я пока Посмотрю От наших Партнеров Лиги Ставок На Карту На OneMove 1.7 На Х3 2.03 То есть Расцениваются Команды Как равные Так И Надо Переключить Титры Интересно Ну а вы конечно Не забывайте Про баннер По трансляции Забирайте Страховку От Лиги Ставок До 1000 Рублей По промокоду Лига Д2.17 Так что Пользуйтесь Сегодня там Футбольчик Сегодня Дота Много В общем Да Есть что Посмотреть В пятницу Но сегодня Мы с тобой Успеем До Бразилии Но если Три 70-минутных Игры нам Команды Не устроят То в принципе Успеем Но это может быть Довольно Лейтовый То есть Если Если OneMove Быстро Эту игру Не выиграют А Они могут Ее не выиграть Быстро То На самом деле Первая Может получиться Очень такой Потный 30 секунд Для бороться Так Стоят у нас OneMove Так вот Подальше Хотят побороться За руны Они в принципе Сильнее на первых уровнях Это факт Мункуша вот уже Сейчас встретит герой Сейчас если получит Какой-нибудь Вот так вот Да если получит То приятного будет мало Хотя тут подходит команда И понимают Ребята из X3 Что Мункуша Здесь был не один Не один был здесь Мункуша Ну все Руны забраны Три руны Кстати говоря Для ребят Из Команды OneMove Приятно Опа Меня выкинуло Из доты Бывает Да Бывает Так Ну что Деревья уже все срублены Пантомему тут Не особо приятно Будет играть Но он сразу же Семечку на первом уровне Вкачивает И кайфует Так все Я на месте Отлично Вот этот вот Новый Разор Очень Многими игроками Герой Недооцененный Потому что Вот этот вот билд Ты еще не привыкаешь К тому Что ты не можешь Урон вообще По разору нанести Из-за его Шарда Бладстоуна Фактически Ты в него Тут Например В этой игре Что может произойти Ребята на него Навалятся Да Как-нибудь Бодро А Там Хроносферу Поставят Нажмут все кнопки И может так Получиться Что демиджи Просто не хватит А вот Мне знаешь Кого этот герой Напоминает Вот Его стиль Выживаемости Так это назовем Диспрофит В какой-то степени Ну да Ну то есть Тоже Ты бьешь Тоже выхиливается Не так мгновенно Как лишь рак Этот делал Все-таки Лишь рак Это как-то Порещешь Восстанавливался Но тем не менее Пробивают Этого разора Мне кажется Ну вот Пробовать-то Пусть пробуют Все его Но Я думаю Причь него Найдутся Рецепты Какие-то Потому что Уже и на этом Турнире Элементарно Они не любят Прям Берст-берст Урон Который мгновенный И много Ну вот Возьми ты какую-то Лину Условную Плюс один И этому разору Ой как не поздоровится Да Ну знаешь Чем его можно контрить Его можно контрить Брейком Потому что Суть билда разора Она заключается Вот в шарде В первую очередь Да Что ты покупаешь шар Ты блатстоун И ты очень-очень Сильно хилишься Вот В тимфайте Когда ты подрубаешь Все свои кнопки Если есть какая-нибудь Там белка Которая Ну Ультует по разору Отключает ему Сторм сюрдж Как раз А белка Которая шардом Бафается То по идее Разор не должен Так жестко хилиться Вот Его можно убить Ну и плюс Хорошие герои Которые просто Овер ДПС Да То есть Старый добрый Церард Лейн Да Против разора Дровка Хороша Против разора Дес Профит Который вот ты упомянул Тоже в принципе Является очень хорошим Персонажем Для того Чтобы бороться С Таким вот Героем Как Рейзор Да Я думаю Не раз мы еще Это увидим Ну Патч если не выйдет То команды Когда в ДПС Начнут играть Они Начнут показывать Всякие Всякие штуки Нам Там наверняка Будет что-нибудь Подобное Да там Манаспо уже Параллельно с Виртус Про Почти раздрафтились Любопытно посмотреть Там команда Лучших своих героев Сейчас показывают У Манаспо У Манаспо там Клинкс Вообще Для ВП Там тоже Своеобразное Испытание Обе команды С которыми Они играли до этого Они все равно Послабее чем Манаспо Манаспо Которая Не рофлит Это очень мощная Команда В рамках Поцел Вчера они уже Подрохлили у нас Проиграли 40к преимущество Игру Или сколько там У них Тридцать Точно было Двадцать пять Или около того Ну пока Ничего особенного Мы в этой игре Выделить не можем Четыре минуты Все фармят У Разора Там чуть-чуть Поменьше Чем У Бестмастера Шаргарат На своем Сигнатурном Бестмастере Умеет стоять Даже тяжелые линии Хотя вот тут Кстати фбшечка может быть Есть печенька Замедление очень хорошее Начинает Мункуша работать По Лоуну Ну дэмэдж Да не хватает По итогу Ну Бестмастера Отогнали Снапку отогнали Заряды стиков есть Танго кушает Бист И За счет вот сейчас Шлема Будет регениться Главное что он не погиб Да не отдал фб Конечно к крипам У ему пока Не подойти Но Пантомио Вообще не хочет отпускать Просто вот душит до конца Вот для Тренд протектора Который сейчас Очень популярен Отдал фб Для тренд протектора Который сейчас Очень популярен Оптимальными героями На линии Являются любые Ранжевики Которых вот приятно Саппортить Да это Дровка Снайпер ТБ Что там еще Начинает бодаться У него нет стиков Он ошибается Так семечка пошла Хорошо Так ну тут Кто-то точно должен умереть Пантомио Пытается убежать Я так понимаю Пытается убежать Зло И он даже не попытался Там крипа убить Я смотрел за ним Ну там можно было Выглип нажать Конечно Да Но Да Согласен Нормал молодец Он здорово сориентировался И ульта уже откдшился Он нападает на тини Подходит илоун Помогает И два фрага делают в миде Пытается ответить Тейнкрат Вот сейчас он берет Наконец-то шестой Он до конца пойдет Обязательно Просто только хватит ли ему Ну не пошел Там рейндроп уже откатился Просто Что там по нетворсам АТБ большой Понятно Что Войду тяжелее Стоять свою линию Как только Афтерлайф присосочку юзает Сразу же тебе приходится Таймволк нажимать Ничего хорошего Конечно В этом нет Такую линию стоять Трудновато Трудновато Так Ну Главное Команде X3 Прям слишком сильно Не проиграть Начало То есть им нужно Держаться где-то На плаву Наверное Там 5-6 тысяч Нетворса Разница Нетворса Если будет Тысяч 5-6 К концу Там Двадцатой минуты То я могу Сказать Что наверное У них отличные шансы Чтобы эту игру Выиграть Вот Ну а ванмуфи Естественно Надо брать БК за рога И Сейчас При условии Что тренд Дефает вышку В топе Выгонять Вайда С бота Определенно То есть Вот там С каким-то Может Вангуардом У Разора Вот здесь Кстати говоря Мы вчера Видели Разора Который Приобретает Этот Как его Вангуард Который Против Пуджа Против Инвокера То есть Против Героев Как Так В центре Аинкрат Пытается Выжить В первую очередь Что по рунам Руна в боте Контролят Саппорт И ванмуф Эту руну Для своего Мидера И Да Аинкрату Достается Очень-очень Приятный Баф В виде Аркейн руны С ним Конечно Хочется Пойти Куда-то Гангать Больше Двух тысяч В пользу Ванмуф Хорошее начало Для них Классический Бестмастер Который Проигрывает Линии Это В последнее Время На самом деле Частая ситуация Очень много Героев Появилось Которые Этого Бестмастера Душат Но тот же Один Плюс Тренд Какой-то То есть Всякие Снайперы Ходят И Не дают Шансов Дело Мне кажется Даже Не в том Что Смотри Кстати Очень грамотно Пантомем Ставит Вард Вот здесь Блочит Кемп И вот Этого Совуха Зафармили То есть Сейчас Шаргарату Чтобы Крепа с Доминатора Схватить Ему Придется Страйфануться Куда-то Более Глубоко А тут Еще Ладно Нормальный Крип Короче Тут Не сложно Догадаться Ты знаешь Что Шаргарат Будет играть Либо на Бруде Либо на Ликане Либо на Месте Как и Многие Пост-3 Игроки В нынешнем Патче Ты соответственно Бруду Ликана Банишь И Знаешь Что Шаргарат Сейчас выйдет На Бесмастер Просто Подбираешь Матчап Выгодный Для себя Так Айнкрат Начинает Душить На Тюнорвола На Тюнорвол Потрафил Все свои сплы Рейнкроп Откатится Через 3 секунды Хватит Лейнкрату Дэмэджа Да Аркейн Руна Все-таки Делает свое дело Пониженный Кулдаун Ремнанта Пониженная Цена Заклинаний Все-таки Позволяет Ему здесь Легкий фраг Такой оформить Преимущество Вырастает До 3К Айнкрат Заходит Поглубже Смотрит Что тут Интересного Видит Шаргарата Владимира Хочет Его Но это Тоже Конечно Нагловато Потому что Ага И телепорт Забайтил Пацанов Сюда И запорталился Понятненько Понятненько Войд Миндас Вот-вот себе Купит Немного Там остается Планирует Еще и Влейд Уходить Считает Что Войд Там Всех Переедет Наверное Правы С другой Стороны Сколько Игр Я уже Видел Где Штормы В одиночку Просто Выигрывают Войд Но это Нужно Чтоб Команда Хорошо Играла Все-таки Один Шторм Не может Прям Пойти И всю Карту Разнести Как бы Контроль Это вроде Нет такого Прям Супер Хорошего Если ты Войда Влетаешь То контроля Вроде бы Как хорошего Нет Но Если ты Это делаешь Один То Хотя Блин Что значит Контроля Нет Сноубол Присоска Стан Снапфайр Рор Нет Слушай Тут у каждого Героя контроля Есть Что-то я Какую-то глупость Сморозил Получается Это Крак Снапфайр Снапфайр Радиант Курьер Снапфайр Да Вот Шоткарат Начинает Отводить Крипов Берет Самона И Посмотрим Как долго Трэнд Сможет Отдэфать Да долго На самом деле Если тут Подтянутся Героям То долго Сможет Дэфать У него Уже Есть Прикопка Важно Понимать Что Что Вот Ты Эту Вышку Толкаешь 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 Только Ты Начинаешь Чуть Чуть Наглее Действовать Как Прикопка Телепорты Вы все Умерли Вот Это Самое Опасное Будет Вот Оптимальный Билд На тренд протектора Без каких-то Веномов Дурацких Без каких-то Сапогов На первые Деньги Просто Арканы Локет Выкачанный Ливенгармор С Личсидом И все И вот В топе Уже сейчас Как раз Будет Происходить Та ситуация Которую Я описал Начинают Ребят Из Икстридайвить Пантомем Как бы Говорит Давайте Пацаны Я готов Пожалуйста Нападайте На меня Со спины Уже Выходит Гилгир Всех Уровня Поосторожней Надо Да Залетает Эйнкран Кстати Очень грамотно Прям в спину К лечу Тут минус Снапка Должна быть Тиррор Блейд Подходит Пантомем Так Слушай Хроносфера Но только По Тиррор Блейду И то Тиррор Блейд Никто не бьет Момент Очень опасный Ага Рор пошел Что мы Слушай По Сандеру Сандер Вкачивается На Тенор Вола Используется И Кажется Здесь товарищ Тенор Даже Усом Не повел Там драка Такая Парни Как-нибудь Сами Давайте Тиррлайф Тестирует Билды Ну что У него Как бы Грамотный Билд Базовый Базированный Ну здесь Не ошибка И худ Иметь Например Наверное Та ситуация Когда и тот И другой Предмет Можно брать Худ Не такой Дорогой Артефакт Так Нападение На Снэпку Еще один Фраг Ну что-то Посыпались Х3 Вот этот Тимфайт Который был На топе Совсем Им был Не нужен Они Хроносферу Отдали И На шторма Как-то Ничего Не нашли Тб Никто Не фокусил Потому что Был только Один Войд Очевидно Войд Понимает Что Он Не Убьет Тб В Хроносфере Он Пытается Просто Как будто Выключить Его Все очень Коряво Получилось Ванмуф Захватили Преимущество Уже Целиком И полностью Теперь Сложно Будет Его Как-то Отдать Ну Ты зря Так думаешь Команде На самом Деле Одна Хорошая Хроносфера С ультом Снапки Подрезали Лича Преимущество Очень сильно Возрастает До 6000 Если Вот эти 6000 Х3 Как-то Смогут Удержать До Там 25 Там Какой-нибудь 26 То есть Они Наверняка Сейчас Потеряют Вышку В боте Потеряют Вышку В миде Рано или Поздно Но Если Они Не потеряют Т2 Они Отдадут Двух Рошанов У Вайда Будет Хотя бы Какой-то Нетворс Да Вот Как Сейчас Он Проигрывает Сколько Он Проигрывает 15% Нетворса Да Он Террор Блейду Проигрывает В районе 10% Если Он Будет Проигрывать Мне кажется Что у Команды Х3 Все еще Может быть В этой Игре В топе Опять Шаргарат Владимир Получает Прикопчику От Трента И погибает Вот Блин Пантомем Конечно Шарится Трента Первый тренд Которого Я вижу Который Играет Максимально Грамотно Вот Эти Все Пацаны Которые С тапком Приходят С вином Это Все Сразу Помойка Не то Что Ты хочешь От Трента Протектора Так Подрезали Тинника Но Он Тут На ревиле Стоял Скорее Всего У Автер Лайфа Выходили За Автер Лайфом А Подцепили Гилгира И то Что Вышки Не падают Это Очень Плохо Для команды One Move На самом Деле Им бы Попытаться Как то Что то В самом деле Это вопрос Нужен ТБ Просто Подключение ТБ Метаморфоз Пара Иллюзий Поехали Вот сейчас Хроносфера Появилась Вообще Очень важный Момент Для X3 Потому что Если И эта Хроносфера Будет Использована Плохо И неэффективно И они Опять Киллов Не наделают То One Move В ближайшее Время Разгонит Преимущество Еще Сильнее Тысяч Там До Десяти Двенадцати И Рошана Смогут Забрать Очень Сложно Будет Каждый Раз Все Меньше Прав На Ошибку X3 Дважды Там Плохая Фоносфера И можно Сдаваться Так В центре Шторм Шторм Может Чуть Быковать Даже Зная Что Тренд На него Армор Накинет Тренд Очень Долго Не покидает Эту Линию Вот Он Уже Здесь Три Споловина Левела Получил И Сейчас По этому Показателю Он Приближается К Мидеру И Оффлейнеру Вражескому Так На Минуточку Два Сапра До 9 Левела У Ван Мув По XP Уже Довольно Много Они ведут 7 Левелов Тренд С Мекой Решил Локет Не покупать Ну Мека Даже Больше Дает Хила Такого Эффективного Скажем Так Чтобы У тебя Локет Работал Это Тебе Нужно Семечку Посадить Армор Чик Дать Чтоб Все Это Хилило 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 А Мека Она Как бы Сразу Да Тебе Дает Восстановление Хитпоинтов Довольно Жестко Погибает Лич Энкрат Начинает Жестить Кая Сенш У него Имеется В наличии Так Подрезали Вышечку Хорошо Отвечу Радиент Товер Отвечить Смогли Икс 3 Только С носом Вышки На топе Того мало За 20 Мало Мало Монмув Ждут Они тоже Ждут Когда Их герои Наберут Массу И готовы Будут Даже К хай Граунду Приближаться Да Блин Хроносферу Это надо Нажать У вас Есть Чайник У вас Есть Ульт Снапки Есть Хроносфера То есть Конкретно Фарма С карты Вы собираете Очень мало Ну Намного Меньше Чем Тирар Блэйд Который Сплит Пушит Иллюзиями И Большую Территорию Просто Занимают Ванмуф Большую часть Карты Фармят Вот Эти Залетные Фраги Конечно Вы делаете Но Они вам Ничего Не дают Такого Прям Крупного Тем более Фраги Он тут Лич Забирает Да Очередной Фраг Хроносферу Нужно Нажать Хотя Б Одного Выйти Хотя Б ТБ Хотя Шторма Хотя Б Разора Ну Лучше Наверное Так Ой Крат Начинает Халтурить С руной Регенерации Летает Всех Убивает Преимущество Вырастает До 9000 Но Не Справляются Со Своей Задачи У нас Ребята Из X3 Просто Радиент Това Держит Абсолютно Как Большой Ух Какая Пряма Это Какая Пряма Х3 Свою Игру Своими Задачами Пока Не Справляются Ну Мне кажется Они сами Не понимают Что им Делать Надо Сейчас Да Лайнинг Прошел В принципе Настолько Плохо Насколько И должен Был Пройти Да Они Звезд С неба Не хватали Как-то Там Постояли Лайн В топе Плюс Минус Немножечко Там Умерли Один Два Раза В принципе Нормально Для такого Лайна Воид Что-то Пофармил Так Пошел Рор Но Здесь Уже Нужно Присутствие Вайда Пытаются Забрать Разор Это должно Получиться Катернека Плюс Хил И Автерлайф Очень Долго Ой Как же он Хилится Капец Еле-еле Его забрали Вайслаз Войда Здесь Где-то Рядом Надо Ставить Хроносферу Или он Боится Что ему Не хватит Дэмэджа Не Таймволк Тебе не поможет Друг Ты же Без шарда Сейчас Айнкрат Подрегенит Ману Солринг У него На гудлайке Просто Айнкрат По пути Заберет Вышку Ну Наверное Все В принципе Вот Двадцатая Минута Очередная Драка Проиграна Не справляются Со своей Задачей Ребята Из Х3 То есть Захалдить Как-то Стабилизировать Игру У них Не получается Вышку Они забрали Одну Пространство Фармить Нигде Нет Ну И тут Уже Конечно Против Трента С Мекой Уже И хроносферта Особо Не помогает Ванму В какой-то Прям Режим Бога Включили После вчерашнего Поражения А там Наконец-то УВП С Манаспо Игра Началась Там Что-то Какие-то Проблемы У них были Не могли Долго Игру Стартовать Но как раз В перерыве Глянь Первые 15 минут Внизу Далеко зашел Тини Его приняли Шторм На фуллману Просто улетает Отсюда Будет Как-то грустно Х3 пока смотрится Очень грустно Причем Это как Можно сказать Их герои Не сказать Что они На каких-то Играют Неприемлемых Для себя Персонажах В принципе Драфт достаточно Просто Их переигрывают На скиле Не в драфте Мне кажется Прям основная проблема Можно конечно Было бы Взять героев Получше С точки зрения Лайнинга Но Таким тоже Можно выиграть Линкинсфера У Штормспид Вот такой вот Любопытный Билд На майнкрат Демонстрирует Сейчас переобузится Еще боттл Здесь Все пока Хорошо Все по плану Смоук Активируется С аркейн Руны Ребята Биг Можно спокойно Ломать Просто два Снизу Никого Нет Рошана Пытаются Их3 Забрать И балуть И им удастся Это сделать Не ожидают Хороший Такой ход Чуть ли не первый Вообще За всю игру От команды Нормальное действие Они сделали Да Есть такое Есть такое Есть такое Тирар Тирарблейда Скади Так Ну как-то Плохо Очень заливает Снавка Она слишком Рано Начала Это делать Все Выживает Мета Жмется На сфир Жмет Таймволк У него Нет Манты До сих пор Там Полетел Рор В Васю Сейчас Мункуши Сандер Нажмет Вайдан Уже не Нажмет Там Водит Столько Наполучал Что У него Уже Бессмысленно Ну наверное На этом Моменте Можно Сдаваться Можно Конечно Попробовать Сейчас По Хайграунд С трэнтом Там Что-то Как-нибудь Потупить Там Какая-то Ерунда У Матча Виртус Про 2 в 5 Начали Игру Че Это Такое Что Это Вообще Что Я Вижу Там Типа Не могли Реконнект Нутся Манаспо И Просто Че-то Я Не Понял Что-то Происходит Расслабься Все На стрим Зайдем После Наши Если Здесь Две Вот Такие Будут Однокалиточные Вот Туда Успеем Четырых Затяжки Может Даже К первой Карте Хроносферы Нет Войд Здесь Агония Агония Экстри Они Пятером Здесь Что-то Находятся Даже Не сплит Пушить Ничего Ни одного Действия Сейчас На карте Таск Таак Ну ладно Наверное Еще На какую-то Драку Может Хватить Х3 Еще Одна Хроносфера Еще Один Ульт Снэп Файр Теоретически Самое забавное Что Манаспа Ну они Типа Начали Игру 2 в 5 Потом Как бы Крипы Вышли На линию Когда Не было Спартана То есть 4 в 5 И в них Преимущество Так Несфера Поймали Есть у него Мантов В него Врывается Штормспирит Шансов Мантов Он жмет Но Пуши Не отпускает Таких Еще Добивают Большого Голема Приятный Бонус Для Айнкрада Получается Печнюшечка Такая Пошла Не задоджил Стан Мантой Манкуши Так Айнкрад Прям уже Совсем Наглый Летит Его должны Забрать Все так Или иначе Рор пошел Но Манкуши Добивает Одного Второго Героя Есть Прикопка Айнкрад На последних Хитпоинтах Нажимает Утимейт Прекрасный Сандр От Манкуши Ну его Здесь захилит Наверное Да Дают Две Фласки Выкопанные Я так понимаю Да Любопытно Любопытно Подцепили Еще Бабушку Бабушка Тоже у нас Таверну Отправилась Так Туск Туск С блинков Но пока У него нет Аганима Он наверное Угрозы В такой Игре Не представляет По сути По сути Выходят В маках Х3 Попробуют Хоть что-то Сделать А ферлайфа Нет Убирают Трэнта В первую очередь А там уже Ребята Аганим Извините Ой как им больно Войд Пока живет Хроносфера осталась У него Ставит ее Отвратительно Только Одного ТБ Ну а как Иначе Тут уже Просто нет Урона Если на старте Игры Пока не было Мейки Пока не было Там Гризов Каких-то Пока не выкачаны Армор Слич Сидом Ты за Хроносферу Плюс Ультимейт Как-то Ультимейт Снапки Ультлича Как-то Можешь Вообще Сражаться То Вот на Такой Стадии Игры Когда ты Слишком Много Дал Там Даже На Статах То есть Не говоря Уже о том Что там Уровней На талантах Вон у Террорблейда Талант плюс 300 хитпоинтов Да Там Лечит Тренд И все И вам уже Просто не хватает Урона Просто не хватает И падает Первая сторона Очень бодро Я даже не знаю Похвалить Похвалить здесь Ван Мув Надо Или наоборот Поругать Немного Х3 Наверное Похвалить Ван Мув Я думаю Что все Таки Они Ну то есть Как бы Очевидно Что они Начало игры Должны были Выигрывать Вопрос в том Сможете ли вы Это преимущество Удержать Мне кажется Такая команда Как Манаспа Например Она могла бы Наделать ерунды И Свести эту игру Там Какой нибудь Там Пятидесяти минутной Долбежки Да И Это могло Для них Плохо Кончиться Потому что Вайдабы Появились вещи А Ван Мув Прям методично Грамотно Без каких-то Лишних Движений Реально Каждая их Атака Выверена Без какой-то Грязи Пошли И Отдав всего лишь Восемь фрагов За 30 минут Таким героям Да Там Воид Снэпфайр Личным Чисто Вот За каждую Хроносферу Можно было бы По два По три Фрага Делать Хотя бы Там На сапах Идут Заканчивать катку 26к Преимущество 30 минут Шансов Никаких У Х3 Здесь нет Уже Они Тянут Время Раскликиваются Че-то Пытаются Очевидно Что Выиграть Это У них Уже Не получится Точно Ну и вторая сторона Падает Терна сфера Появилась Только что Ну и какой-то Последний Врыв Финальный Будет прыгать Сразу же Ловит Стан От тени И погибает Ну это Наверное Олицетворение В этой карте Ну что Есть шанс На Камбэк На второй карте Наверное У ребят из Ванмув Точнее У ребят из Х3 Ванмув Нужно спокойненько Эту Серию Закрывать Потому что Следующих соперник Это победитель ВП Монаспы Да То есть Там уже Будет явно Потруднее Чем здесь Хотя Х3 тоже Могут На самом деле Ванмув Дать бой Как мне кажется И Если будет Третья карта У ВП Там с Монаспы Можно отдохнуть Немножечко Как раз Набраться сил Я думаю Я думаю Я думаю Что особо Нечего В этой игре Нам обсуждать Ванмув Легко Победили И На следующей карте Наверное От Х3 Хочется увидеть Какое-то Кардинальное Изменение В драфтах Если они Не могут Отыграть Вторым Номером То Пожалуй Стоит взять Каких-то Героев По Устойчивее На лайнинг Стадии Да Стоит